я приветствую вас дорогие мои друзья на моем канале вы знаете изначально у меня сегодня была такая задумка сравнение двух колод классики классическое тару тото от сэра алистера кроули и таро ханге хотела я сравнить эти две колоды чтобы вы посмотрели если сходство в символике если сходство в старших младших арканах прорисовки в том что хотел донести нам автор колоды в чем различие где есть какие совпадения но потом я поняла что это абсолютно бессмысленно бессмысленно в том плане что это абсолютно две разные колоды хотя тару хай для позиционируют как тару кроули в некоторых источниках я нашла информацию что это якобы смешанная традиция кроули и у это но все-таки так как герман хайн для свое время был вдохновлен именно таро тото и трудами сэра алистера кроули то я считаю что всю полностью свою колоду конечно он посвятил именно этой традиции именно кроулианской традиции и никакого уэта тут нет и быть не может хотя многие эксперты таро возможно будут находить в младших арканах перекличку и свой там так вот так как я в корне передумала сравнивать эти две несравнивые колоды друг с другом я решила вам рассказать историю создания этой колоды историю германа хайн для многие из нас покупаем красивые колоды или те колоды которые необычные непонятные не удосуживаемся узнать о том как жил этот художник что его побудило к созданию колоды какие переживания он положил на свои холсты что какие жизненные позиции скажем так он преследовал создание и данной колоды в том числе но и плюс его опыт его мировоззрение то что он скажем приобрел в своей жизни какие-то знания и эти знания он переложил на колоду так вот дорогие мои сегодня мы будем говорить о германе хайн для у его колоде у его жизни нам кредо я хочу вам рассказать очень много интересных вещей так что запасайтесь вкусняшками садитесь поудобнее видео будет длинным надеюсь интересным для вас и информация для многих покажется возможно даже с ног сшибательной и очень интересный итак поехали 1970 году немецкий художник герман хайнди нарисовал очень очень странный глаз абсолютно странный глаз я чуть позже о нем вам расскажу подробнее что он значит чей этот глаз на самом деле и почему он желтый и почему он именно на рубашке этой великолепнейшие колоды так вот этот вот глаз 1970 году он и определил позднее уже весь стиль и цветовую гамму всего таро германа хайдля и восемьдесят пятом году герман хайдель приступил к созданию своей колоды таро и только в 1988 году она была впервые напечатана оригинал джерман эдишен то есть это будет был первый немецкий выпуск в германии и уже только в 1990 году 33 года назад она была издана в сша в издательском доме us game system и издана она была с книгой компаньоном и как бы вы думали кто был автор написание книги компаньона к таро хайдля да кто владеет этой информацией ура браво вы молодцы для всех несведущих сообщаю рэйчел полок рэйчел полок написала великолепную книгу компаньон с подробным описанием с историей каждой карты этой колоде и также она написала мбк колоде маленькую белую книжицу карты в немецком издании были гораздо крупнее чем в английском то есть есть ним немножко как бы сэкономила так вот в английском издании размер карты был сто восемьдесят восемь миллиметров на 70 что мы с вами в принципе сейчас и видим в английском в немецком издании она была больше сто пятьдесят пять миллиметров на 85 почему да для того чтобы было нам более позволительно увидеть и детально рассмотреть все мелкие образы которые изображены на каждой карте и которыми насыщена вся вот колода вот маленькая белая книжечка колоде она тоже выгодно очень отличается от большинства книг компаньонов но потому что несмотря на краткость и там очень хорошо прописан образный строй карт с пояснением самых важных символических значений а сами гадательные значения к этим картам они очень и очень упрощены но таким простым и понятным языком что мы сразу с вами четко понимаем что вообще эта колода она будет относиться именно к духовной и эмоциональной сфере нашей жизни нежели чем каким-то другим мирским делам и в маленькой книжечке представлены также значение перевернутых карт в основном они рассматриваются как блокировки качеств и энергий которые выражаются картами именно в прямом положении поэтому читать эти карты будут очень очень легко ну а теперь давайте немножечко поговорим все таки о самом германе хайдли и о том что его побудило к созданию именно этой колоды вообще труд алистера кроули таро тото имел очень такой большой прорыв нежели другие какие-то колоды из-за того что в естественно 2 кроули было огромное ну такое непосредственное объединение эзотерических и как ни странно сексуальных символов ну кроули есть кровли на тут вот не отнять не прибавить и в силу этой причины из-за того что в книге были представлены еще удивительные иллюстрации фриды харрис книга тото оказала огромное влияние на очень очень многих художников таро то рисовал вообще карты таро вот за последние 40 лет и вот вообще одним из таких художников был герман хайдли и он использовал кроули как настольный справочник то есть книга кроули для него было просто настольным справочник когда он принял решение нарисовать иллюстрации к своим собственным картам и вот с момента выхода таро хайдли в свет а вышла вот она скажем 1980-х годах интерес вокруг каких-то новых колод конечно не утихает но существуют колоды посвященные отдельным культурам от басков например до западной африки и до аборигенной австралии есть колоды основанные на мифах великих произведениях литературы там финского эфоса там божественной комедии данте колоды конечно бывают и колдовскими и христианскими и шаманскими общем чего мы только не увидим ну конечно без таких колод тоже не обойтись ну потому что художник выражает свою куда уникальное мистическое эпатажные видение естественно такие колоды было тоже востребованы а по большинству оценок лишь некоторые колоды достойные внимание и вот среди которых таро хайдля где художнику удалось достичь вот этого высочайшего уровня сложности красоты и глубины значений более того я вам скажу что колода является собой такое кульминацию духовной самоотверженности вообще таро хайдля содержит достаточно много эзотерической информации потому что здесь у нас присутствуют буквы и в рейта и руны и астрологические символы и даже есть гексограммы и дзынь но воспринимать ее как серьезную оккультную колоду ну наверное не стоит ну по крайней мере не на том уровне как воспринимаем мы колоду кроули здесь нету символом герметики и каких-то ссылок на доктрины и ритуалы здесь нету магических знаков форму которые будут закодированы в иллюстрациях герман хайдли он создал не просто оккультную колоду таро а больше божественную и духовную которая будет уходить корнями в древние духовные традиции очень многих культур конечно таро хайдли содержит очень много информации особенно она будет понятна и узнаваемая для тех кто уже имел честь работать со сложными колодами сложными прорисовками самым важным остается все равно то что эта колода расширяет наше сознание любое расширение наше сознание и это открытие двери я считаю другой осознанный мир и это новый мир какой-то вот новый сосуд наполненный духовной силой и из своей правдой какой-то и в последние десятилетия очень много людей стремилась и хотела получить такое познание вот и естественно вот эти вот впечатляющие иллюстрации они помогают обрести потому что здесь конечно идет такое расширение сознания при котором тебе открываются новые миры и если ты не глупо если ты не дурак если действительно хочешь этого познания то ты его получишь до колода хайдли действительно опирается на кроули и возможно и других представителей оккультных доктрин но второй используется еще различные мифологии и религии от европы до коренной америки от индии до китая и плюс еще от египта и иллюстрации 2 они пропитаны вот таким вдохновением от именно религиозного искусства каких-то доисторических памятников храмов и даже из иллюстрации из вагнеровской оперы но ничто из этого не является какой-то доктрины которую нужно непосредственно следовать хайдли сам стремился создать внутреннее осознание а не заниматься пропагандой какой-то конкретной теории и поэтому он в своих картинах заложил свою собственную концепцию концепцию своей жизни хайдли не планировал символику как таковую он позволил себе проявиться самому себе в картинах в этих картинах его жизнь именно поэтому иллюстрации представляют очень сложное но в тоже время какое-то такое единое видение центральной темой вообще таро хайдли является возрождение земли именно земли не только ее ты материальных ресурсов но и духовных и на протяжении тысячелетий для людей земля была живой субстанцией во всем мире и поклонялись как великому образу богини матери жизни богиня как выражение божественной истины на является не просто символом какого-то конкретного аспекта жизни она также не является частью формулы такой как богиня равно земля или бог равно небо нет великая богиня это вот она и есть земля она также и небо она также управляет мифологическими сферами небес выгода подземного мира и вот задолго до появления вообще таро хайдли люди осознавали две величайшие опасности до с которыми вообще сталкивается наш мир первая и самая такая страшная опасность это начало технологической войны которая может положить вообще конец всему живому до или с помощью биологического в этом оружии а второй опасностью и действительно тоже самое страшное это угроза экологической среде на нашей планеты и вот разные сообщества включаю партию зеленых в которой и состоял герман хайдли они призывали к разоружению и миру а также вот прекращению вот этих кислотных дождей вырубки лесов разрушению озонового слоя атмосферы вот что может в принципе привести вот какой-то такой глобальной катастрофе и герман хайдли как и многие его другие соотечественники состоявшие в партии зеленых они относились к призыву как к духовной политической вот этой борьбе и вот в понимании хайдли корни современных проблем берут начало конечно в доминирование мужского мышления основанного на превосходстве на вот вот этой иерархии нежели на каком-то сотрудничестве и взаимоуважение и вот когда патриархальные идеологии скажем так изгнали богиню на женщину стали смотреть как на машину которая продуцирует детей которая рождает земля и земля стала таким ну объектом просто объектом нежели творцом а по сути земля это творец и герман хайдли как раз таки не является феминистом также и таро хайдли не направлена против мускулиности скорее всего вот именно 2 хайдли ищет баланс равновесие между разными качествами и она этот баланс находит как раз таки в чем в древнем представлении женщины как о главном принципе творения превосходстве ее и сравнение ее с землей потому что земля это богини женщина это погибли и хотя хайдли работал в партии зеленых он реализовывал свои идеи благодаря собственному опыту прежде всего когда он работал например с коренными народами северной америки и герман хайн или его супруга эрика хандель они путешествовали по коренной америке останавливались в домах где жило местное население принимали участие в ритуалах им это было позволительно и это было не не каким-то таким праздным любопытством с их стороны то есть эрика и и герман они хотели проникнуться полностью и отдаться вот этой жизни этим ритуалом понять суть истину каким духом поклоняются коренные народы северной америки и и как они с этими духами взаимосвязаны и супруги конечно познавали новое и пробуждали в себе какое-то искреннее уважение к земле как к творцу к святым духом заселяющих вот полностью наш мир и из своего опыта они поняли что духи святые это такие же реальные как и люди как деревья как горы моря и это сознание также вошло в сознание создание вот именно этого таро таро хайн для и на самом деле таро хайн для не транслирует учения каких-то коренных американцев или какие-то оккультные доктрины нет это совсем не то это опыт хайн для приобретенный среди коренных жителей америки и вот он сформировал это влияние на колоду но и не только как бы коренные жители северной америки сформировали вот это влияние но еще и путешествие по индии и другим странам а также знание европейской мифологии традиции самого таро также повлияло вот на содержание колоды и прежде всего он создал конечно священ священное такое произведение искусств которое ведет с нами диалог благодаря вот этом сложному стилю иллюстрации сложному стилю вот этих изображений и когда-то символизм таро был намного важнее чем сами иллюстрации и наименьший интерес для людей представлял вопрос о качестве искусства а кору а гораздо больше как раз таки когда были отсылки на какие-то учения например там кабала масонство ну и так далее и потому что вот эти учения они могли внести ясность в вопрос вот но и возможно немногие профессиональные художники создавали карты таро и возможно как раз таки причина крылась в том что тема казалась очень узкой даже может быть для тех художников кто и увлекался эзотерикой но в последнее время очень большое количество новых колод вернула вот именно иллюстрациям их былую такую значимость и сегодня люди прежде всего интересуют какое значение скрывают иллюстрации они только сами вот эти учения и доктрины созданные кроули и созданные ойтом и хайдли как раз таки перерабатывает старые дизайны таким образом чтобы донести саму боль прожитого донести сущность своей жизни потому что 2 хайдли это не просто его колода это его жизнь но вот самые яркие иллюстрации вообще выходят за пределы личного вот вплоть до мифологических каких-то уровней и вот благодаря тому что мы выходим за какую-то неведомую грань таро обретает определенную силу и вот эту силу хайдли и хотел передать в своих именно картинах совмещая их естественно с краулианской системой и таро хайдли идет намного глубже в понимании чем большинство других колод нарисованных другими художниками поскольку она в первую очередь она формирует жизненная кредо художника посвященная именно чему духовному осознанию мира и духовному подходу вообще жизни видение жизни и конечно мы видим что карты хайдли очень символичный каждый из карт особенности старшие арканы содержит целостную структуру символизма но в конечном смысле вот смысловое содержание это часть все равно иллюстрации именно его переживаний многие карты демонстрируют то что мы определяем как типа экономия символизма то есть там чего-то нам не хватает но если мы будем всматриваться в какие-то мелкие детали даже вот во взгляд той же дочери кубков да мы испытаем нечто большее чем вообще подразумевает классическая трактовка вот этой карте ну и что говорить вообще о сложности работы над этой колодой то вообще хайдли всегда верил что душа природы это тысячами и миллионами лет формирует такую определенную живую целостность и проявляется себя в деревьях почему в деревьях сейчас я расскажу вам интереснейшую историю возможно которую вы вообще никогда и не слышали 500000 5000 лет деревья сгибаются трескаются под натиском солнца дождя молнии какие-то землетрясений и все же не утрачивают волю к жизни и история вообще в принципе вот почему с деревом почему с живой природой вот такая связь большая у германа хайдли вообще если страдание может иметь соседательное значение то жизнь и творчество вот именно германа хайдли были сформированы именно страданием именно страданием 1945 году когда он попал на фронт и проведя 4 года в русском плену он в полной мере смог испытать весь страх ужас войны и это тот период крайне оказался важным для дальнейшего его становления личности и для дальнейшего его развития он 17-летний мальчишка оказался отброшенным к самому краю скажем так физического и психического существования где переживания связанные со смертью стали его повседневной реальностью и однажды ему даже пришлось рыть собственную могилу и хотя нет никакого оправдания вот этим безумным событиям которые послужили основанием для его опыта на юношеской стадии формирование личности эти переживания этот страх этот кошмар этот ужас определили его дальнейшую жизнь и сделали возможным духовный рост вот в процессе которого и сформировались вот эти жизненные главные позиции германа хайдли это неизменная честность и неизменный аскетизм вот между стремлением к элементарному выживанию просто выживанию да и признанием принципов высшей жизни пролегала очень много маленьких встреч именно с природой другими людьми и самим собой когда он оставался вот наедине с самим собой и в своих воспоминаниях о годах вот заключения хангель постоянно возвращался к березке да именно к березке бесплодная земляк вот огромного лагеря которая была окружена высоко высокими там изгородями из колючей проволокой и вышками охраны побег оттуда был невозможен все кто сбегал их всех ловили расстреливали на глазах всех заключенных и будущее было вообще просто безнадежной какой-то тьмой а кто переставал надеяться те естественно сдавались и умирали и вот как однажды герман хангель обнаружил крошечную малюсенькую березку которая проросла сквозь колючую проволоку и он день за днем наблюдал как разворачивались его листья как из почек тянулись они к свету на протяжении весны и лета вот этот росток березки провалять превращался в маленькое деревце и часами герман сидел и рассматривал это деревце вот солнечные лучи были дождь был снег на березку и вот на эту колючую проволоку и рост дерева сквозь вот человеческое вот это страдание и смерть стал для хангеля основополагающими символами возрождения вот березка как будто ему говорила живи верь как я просто прорастай из внутреннего центра вот этой космической энергии которая дает нам силу и вот это изобилие несмотря ни на что и именно тогда хангель испытал глубокое религиозное переживание бога как неосознаваемая внутреннюю силу и и вот она вот прорастает и разворачивается вот внутри тебя вот эта сила да и и однажды вот это вот приобретенное понимание глубокой связи между жизнью и смертью стала для него вот этим источником силы на протяжении дальнейших жизней а по возвращении из плена например в сорок девятом году хангель было очень нелегко найти свое место потому что он вернулся уже сложившиеся послевоенное общество германии и ему пришлось конечно все время начиная вот это вот время начинать сначала а конец шестидесятых для германа хангли вообще стал периодом очень сильного такого творческого кризиса когда подавляемые многие годы вот все эти вот опасения они вырвались наружу потому что абстракционизм которым скажем так были наполнены его картины они не не нашли отклика о людей и он на протяжении ряда лет он работал театральным художником во франкфурте на майне и была тогда социальная буря 1968 69 год и абстрактная живопись она потеряла вообще смысл для него и смысл для общества это это направление живописи было очень скажем так неинтересно и в течение целого года хангель вообще не прикасался к холсту и не прикасался к краскам в принципе и когда в 1970 году он вернулся к творчеству родилась вот эта картина глаз вот эта картина глаз и это работа стала началом нового творческого его периода вот эта кульминация творческого периода она пришлась как раз таки на восьмидесятые годы и спустя 18 лет она полностью отразилась в этих картах таро глаз смотрит на нас задней части карт ребята это не всевидящий взгляд какого-то богоподобного существа этот глаз отмечен страданием где-то я даже читала или смотрела и говорили что это глаз филина это глаз совы в общем что-то такого какого-то мифического существа нет это как раз таки глаз страдания самого германа хайн для представляете вот это глаз страдания которое обращено именно внутри колоды внутри его жизни потому что колода это есть его жизнь и вот его жена эрика она писала что она никогда не может забыть этот день когда в 1980 году он решился создать на вот это вот таро и после 30 лет работы он окончательно оставил театр и она в этот же самый день практически потеряла работу и материально поддержать им было некому они были в такой глубокой материальной яме это был для них настоящий удар и герман конечно был полон надежд на то что в будущем все будет очень хорошо и оставлять он работу нации колоды не собирается и он кстати ждал очень большой заказ и вот он ждал телефонного звонка звонок этот состоялся и ему сообщили что большой заказ на который он рассчитывал достался как какому-то другому художнику и вот воистину вот ситуация действительно башни и вот он тогда вот на крахе этой материальной безопасности он сказал что вот это было предопределено теперь у меня наконец-то появится время для того чтобы я нарисовал свою собственное таро и так начался один из вот этих тревожных периодов жизни 4 ханли и вот достаточно такой невообразимой скоростью один за другим появлялись арканы все более прекрасные завораживающие и герман хайди он на протяжении многих дней беседовал с разными людьми которых притягивал в процессе вот постоянного вот этого создания своей колоды и первой созданной вообще картой самой первой созданной картой было как раз таки колесо фортуны было колесо фортуны это самая первая карта вот ее цвета это символически отражают жизненная кредо германа хайдли а ось колеса вот сама ось колеса это центр личности центр личности однако основатель собственный центр личности означает против противостоять боли и для германа это ну не абстрактный принцип ведь одно из последствий войны и заключение это не прекращающиеся боли и ограничения которые вот сопрождали его многие многие годы и колесо фортуны это также понимание что все чем мы действительно чем мы нуждаемся дается нам в изобилии то есть если мы нуждаемся в хлебе и масле масле то обязательно у нас будет и хлеб и масло и плюс еще колбаса наверх сверху вот все это действительно в изобилии и вот в подтверждение служит вот это не только картины созданные после 70 1970 года но и после последующие такие путешествия в ирландию шотландию в англию в индию в северную америку вот и включая естественно многочисленные контакты с индейцами и вот фактически всегда принадлежали целому все части всегда принадлежали целому но эти связи были вот особенно скажем так таинственные и вот последняя самая осознанная часть их путешествие это было в египет в начале 1988 года и она для 4 хаймли было самим самым глубоким и самым таким подавляющим потому что после этого посещения скажем перед ними всегда стояли образы богов бога ра осирис и сида и им казались что эти лица лица этих богов они видят и в толпах людей повсюду и в современном египте вот представляете насколько вообще людей насколько читу хайн для тронули вот все эти культуры да и вот этот культурный шок который они испытали они скажем свели на нет все праздности жизни современного мира для них и поэтому для них вот эти вот возможное понимание тайного тайных символов стали более открытыми вот и последний из 78 карт было и сида дочь юга это как раз таки голова она украшена сейчас я найду ее дочь юга она была украшена символами высшей духовности камней 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 так вот юг наш сейчас мои хорошие вот вот дочь юга и сида вот вот об этой вот карте говорила и вот этот баланс между мужской и женской энергии она такая необходимая предпосылка вообще для гармоничного общества вот хотя у нас сейчас все цветает такой патриархат что выглядит в современном мире сейчас утопией поэтому вот этот баланс между мужской и женской энергии это конечно для гармоничного общества это просто необходимо но и оставаться абсолютно равнодушными к этим картам просто невозможно вот этот богатый опыт прозрение вдохновленных вот этих изображений вот они просто помогут открыть новые миры еще расскажу что все конечно все что изображено на картах она далеко от оккультизма далеко от классического ойта и никакого свой там тут сравнение нет и быть не может несмотря на что базе здесь краулянский реально с вами понимаем что какие-то базовые вещи элементарные вещи покупки там триста тридцать третьей пары обуви на этой колоде смотреть смысла нет да это просто будет кощунственно но открыть свой внутренний мир прокачать свою духовность прикоснуться к прекрасному почувствовать через эти карты боль страдания саму жизнь увидеть эту жизнь увидеть вот эти путешествия увидеть внутренние мир самого художника и плюс прочувствоваться вот этими высшими силами духами которые действительно также материальных как огонь вода воздух земля небо как мы с вами как деревья как та же самая березка которую он видел в заключении это все реально через эти карты поэтому я вам искренне желаю все кто хочет постичь тайны и прочувствовать тайны хайн для не смотрите на эти карты как просто на карты как на очередные оракульные картинки отнеситесь к ним более серьезно станьте на более высокий духовный уровень позвольте себе прокачаться не всегда действительно колода созданная великим мастером великим художником хочет донести до вас сакральные символы классического таро возможно это нечто большее большее и важное нужное нашей современности я думаю что вы понимаете что я имею в виду вот такой сегодня у меня был порыв вот такой у меня сегодня был рассказ об этой великолепной колоде которая скажем перевернула мое сознание и сейчас я смотрю на нее совсем по-другому совсем по-другому я ее воспринимаю желаю вам того же прочувствоваться посмотреть на нее другими глазами смотрите в каждую карту откройте для себя что-то новое духовно высокое интересное соединитесь через нее с высшими силами с высшими богами с природой пусть в вашем сознании произойдет какое-то единение станьте на другую ступеньку выше с глубочайшим уважением ко всем вам с наилучшими пожеланиями сегодня с вами была я селена ирис всех благ